Ничья не устроит никого. Хорватия пока разочаровывает на чемпионате Европы. После двух матчей у финалиста ЧМ-2018 всего одну очко, и для выхода из группы сегодня нужна только победа. К этой версии сборной изначально были вопросы, как на ней скажется уход Ракитича и Манджукича. Нашлась ли замена Чорлуки в обороне? Как себя проявит Влашич, который, как кажется, уже перерос уровень РПЛ? Пока ответы для хорватских болельщиков не радостны. Полузащита даже с Мадричем выглядит не очень ярко, провалов в обороне мало, но они были в обоих матчах на Евро. С Англией дали спокойно вбежать в штрафную по центру Стерлингу, с Чехией отличился Ловрен, ударивший локтем соперника. А вот Шотландия заслужила хвалебные отзывы, пусть по факту очков у нее столько же, сколько и у Хорватии. Подопечные Кларка достаточно бодро смотрелись в первом матче с Чехами, а англичан вообще смогли закрыть наглухо. Ряд игроков вышел не в своих позициях, как вам Мактамини и Тирни в центре обороны. Но на их выступлении это не сказалось. Больше же всех поразил 20-летний Гелмор, который смело вступал в отбор, а с мячом искал варианта для обострения. За это на ББЦ игрока Челси уже назвали шотландский Хави. Жаль, что сегодня он не сыграет из-за ковида. Шотландия, пока единственная команда на этом Евро, которая не забила ни гола. Хотя за два матча ее игроки пробили по чужим воротам 30 раз. Как Даню прорвало в матче с Россией, так и шотландцев может прорвать сегодня при своих болельщиках. Поставить на индивидуальный тетал Шотландии больше одного можно в БК паре матч за одну целую 69 сотых. Ничья сегодня не устроит ни тех, ни других. Нужно атаковать, забивать голы. Так что тетал больше 2,5 за 2,01 в БК в инлине тоже смотрится симпатично. Андрей Санталов Субтитры сделал DimaTorzok